В сегодняшнем ролике речь пойдет о выступлениях сборной СССР в 1979 году. Этот год стал далеко не самым лучшим в истории национальной команды. Всего за год сборная провела 11 матчей, из них только 4 были официальными. И не зря сборную тогда называли чемпионом мира по товарищеским матчам. На официальные и товарищеские встречи будто бы выходили две абсолютно разные команды, а цели для этих команд будто бы перепутали. Первые два матча сборная проводила в южных городах. 28 марта в Симферополе в присутствии 25 тысяч зрителей состоялась встреча с национальной командой Болгарии. Любопытно было посмотреть на каких футболистов сделает ставку старший тренер нашей команды Никита Симонян. Все же сборную болельщики не видели в деле аж с 11 октября. Наша сборная резво стартовала в той игре. На пятой минуте Олег Блохин открыл счет. Через две минуты Ромас Шенгелия сделал счет 2-0. До перерыва гости смогли сократить отставание, отличился болгарский нападающий. Второй тайм долгое время шел без голов. Лишь на 83-й минуте поразить ворота удалось Юрию Гаврилову. Этот гол стал заключительным в матче, итоговый счет 3-1. Ждать следующей встречи пришлось недолго, уже спустя три недели в Тбилиси национальная команда принимала сборную Швеции. Удивительно, но всего 15 тысяч человек пришло посмотреть на ту игру. Обычно в Тбилиси оказывали огромную поддержку любой команде, проводящей здесь свой матч, а для ряда клубов, в том числе московского «Спартака», сыграть именно в Тбилиси первые матчи весенней части Еврокубков тогда было делом привычным. Первый тайм встречи закончился без голевой ничьей, соперники словно присматривались друг к другу. В начале второго тайма вышедший на поле вместо Валерия Газаева Ромаз Шенгелия открыл счет, шла 48-я минута встречи. Забить гол при родных болельшиках Ромазу помог еще один местный футболист Виталий Дороселия. Через шесть минут Олег Блохин мастерски подкрутил мяч при подаче штрафного Ивагис Хиди Тулин умело завершил подачу ударом головой, тем самым сделав счет 2-0. Больше голов в той игре не было. Серия товарищеских встреч завершалась 5 мая в Москве на стадионе «Локомотив». Очередным соперником была команда Чехословакии. Не самый удобный соперник, в последних четырех поединках этих команд наша сборная дважды проигрывала, еще две встречи завершились в ничью. В Москву чехословацкая команда приехала в роли действующих чемпионов Европы, лучшей пробы сил накануне важных матчей и придумать сложно. Темп матча с самого начала был высоким, скучать у зрителей времени не было. В самом старте встречи Коридзе не смог забить после точной передачи Блохина, а вот на 17-й минуте он все же открыл счет. Через три минуты срабатывает тбилисская связка, Дороселия отдает точную передачу Ромазу Шенгеле и счет становится 2-0. Третий гол был забит почти перед финальным свистком. На 89-й минуте после дальнего удара Ваги Захиди и Тулина мяч оказался в сетке ворот соперника. Итог, победа 3-0. И вот, время для пробы сил в товарищеских встречах и стекло, пришло время проявить себя в официальных матчах. В отборочном турнире к чемпионату Европы сборной СССР в целом повезло, если в ряде других групп было по пять команд, то советская команда попала в группу из четырех. Два первых матча отборочного турнира состоялись в 1978 году, наша команда смогла обыграть дома Грецию, но на выезде не устояла под натиском венгерских футболистов. 19 мая сборная СССР играла вновь в Тбилиси, на сей раз на трибунах собралась более солидная публика, чуть больше 75 тысяч зрителей. Соперником нашей команды была сборная Венгрии. Сейчас вы можете наблюдать кадры с первой встречи этих команд. Ответная встреча также оказалась не из легких. Советские футболисты начали с активных атак, такая тренерская тактика в итоге принесла свои плоды, на 23-й минуте Юрий Чесноков забил гол и вывел нашу сборную вперед. А дальше все пошло не по плану, то ли успокоились игроки, то ли потеряли концентрацию и раньше времени стали думать о перерыве, но уже на 33-й минуте Татар сравнял счет. Во втором тайме трибуны вновь затихли, на 63-й минуте после точного удара Пуста и венгры вышли вперед. И не сказать, что советские футболисты вели себя пассивно, у венгерских ворот постоянно возникали опасные ситуации, но завершить их голым никто не мог. Спасло ситуацию стандартное положение, вновь умелая подача углового в исполнении Блохина, которую смог результативно завершить Шенгелия. Последние 10 минут встречи пришлось изрядно понервничать, второе предупреждение получил Бубно, за что был удален с поля. Товарищеская встреча со сборной Дании предвещала следующий отборочный матч, и игра проходила в Копенгагене, из-за травм ее пропускали Гуцаев и Шенгелия, из-за чего тренерскому штабу пришлось вносить вынужденные изменения. На перерыв датчане ушли, в счете 1-0, отличился Андерсон, воспользовавшийся оплошностью Бубнова. Спас положение в начале второго тайма до расселия, сравнявший счет. Дальше забить могли обе команды, но в пользу советской сборной все решилось благодаря случаю, во время очередной атаки хозяева поля забили в свои ворота, тем самым подарив победу советским спортсменам. Олимпийский стадион в Хельсинках принял встречу сборных Финляндии и СССР. Лишь в одной из восьми встреч финны смогли сыграть с нашими футболистами в ничью, все остальные матчи завершались победой советской сборной. Еще не забылся и матч 78-го года, когда наша команда просто уничтожила финнов, победив 10-2. Увы, но официальная игра и вновь нашу сборную словно подменили, хотя в начале матча так не казалось. На 28-й минуте с дальней дистанции пробил Хиди и Тулин. Финский вратарь замешкался и не смог зафиксировать мяч, чем умело воспользовался дебютант сборной Александр Хапсалис. Кстати, несмотря на столь удачный дебют, в биографии этого футболиста всего две встречи в майке национальной команды. Сделать счет 2-0 мог Кипиани. Точнее, игрок Тбилисского Динамо и сделал его таковым, но взятие ворот судья не засчитал, к удивлению многих телезрителей. А во втором тайме уже забить смогли финны, тем самым сравняв счет. Матч так и закончился со счетом 1-1, лишь усугубив положение сборной СССР. 5 сентября наша команда в Лужниках принимала сборную ГДР. Эта товарищеская встреча была сыграна накануне отлета в Грецию для решающего матча отборочного турнира. Казалось бы, соперник не из серьезных, но если порыться в памяти, то можно вспомнить, что ГДР в 1976 году выиграла футбольный турнир на Олимпийских играх. Многие олимпийские чемпионы приехали на этот матч в Москву. Памятна эта игра тем, что стала дебютной в сборной для Рената Досаева. Произошли изменения и на тренерском посту, теперь вместо Симоняна командой руководил Константин Иванович Бесков. Конечно же, смена тренера сказалась и на составе команды, в нем произошли ощутимые изменения. Времени на эксперименты у Константина Ивановича не было и он старался выстроить боеспособную модель. Журналисты отмечали, что рисунок игры сборной стал напоминать Спартаковский, еще бы. Ведь большинство футболистов на поле были из этого клуба. Да и взгляды тренера не изменить. Советские футболисты весь первый тайм активно атаковали. Более 15 ударов они успели за 45 минут нанести поворотам соперника. Но цели не достиг ни один из них. Лишь за 20 минут до конца встречи Юрий Гаврилов смог открыть счет. За оставшееся время голов забито не было. Победа 1-0 12 сентября в Афинах состоялась встреча отборочного турнира с Грецией. Первое, с чем пришлось столкнуться футболистам и тренеру, это непривычно маленькие размеры футбольного поля. К тому же его состояние оставляло желать лучшего, в привычный бесковский футбол на таком вряд ли поиграешь. Мало что получалось у советских футболистов, лишь на 21-й минуте Кипиани впервые ударил поворотом соперника со штрафного удара. На 25-й минуте Греки при полном попустительстве защитников советской сборной забили гол. Ликованию трибун не было предела, еще бы, ведь их любимцы были близки к попаданию на чемпионат Европы. А что же наши? Мало что у них получалось на протяжении всей игры. Выделить в нашей сборной можно было разве что Юрчишина, сменившего после перерыва Кипиани, молодой форвард проводил удачный сезон в игравших в первой лиге Карпатах, за что удостоился чести быть вызванным в сборную. Он изо всех сил старался обострять игру в атаке, но усилий его оказалось недостаточно. Поражение 0-1, окончательно перечеркивавшее надежды на попадание на чемпионат Европы. Обидно, ведь это был первый турнир сборных Старого Света, проходивший по привичной нам ныне схеме. 14 октября наша команда в Лужниках принимала сборную Румынии. Матч этот позволял начать строить команду для будущих международных турниров. К тому же никто не упускал из вида следующий год, в котором олимпийской сборной предстояло при родных болельщиках показать достойный результат на Олимпиаде. Счет на 16-й минуте открыл Хиди Тулин. Спустя две минуты в штрафной во время быстрого прорыва сбивают Ярцева, пенальти. 11-метровый реализует Леонид Буряк, тем самым делая счет 2-0. Уже через 6 минут гости отыгрывают один мяч, после чего темп игры немного стихает и игра переходит в более спокойное русло. Моменты периодически возникали у обоих ворот, но следующего гола болельщикам ждать пришлось около часа. Под занавес игры отличился Степан Юрчишин, вновь активно пытавшийся проявить себя. К сожалению, после этого яркого сезона у нападающего львовской команды начался спад, и в сборную он после 79-го года ни разу не вызывался. Прошло еще две недели и вновь на Лужниках сборная СССР проводила свой очередной матч. Это был завершающий отборочный цикл поединок со сборной Финляндии. Он ничего не решал, а собравшаяся на матче аудитория отсутствием внимания красноречиво указала футболистам на их результаты. Чуть больше тысячи человек было на трибунах огромного стадиона на той встрече. Погода была далекой от футбольной 8 градусов мороза. Тем не менее, тренерский штаб уже вовсю моделировал состав будущей олимпийской сборной, времени посыпать голову пеплом после неудачи не было. В ничего не значащем матче первый тайм оказался без голов. Во втором Андреев и Гаврилов сделали счет 2-0. Но за оставшиеся 20 минут матча наши футболисты пропустили два гола, ничья 2-2. Давайте посмотрим на итоговую таблицу отборочного турнира. Сборная СССР на последнем месте. Так по самолюбию не бьет ни одно поражение, как турнирная таблица того турнира. В финальный этап вышла сборная Греции. Отметим, что на чемпионате Европы эта команда себя никак не проявила и в своей группе заняла последнее место, проиграв Нидерландом и Чехословакии и сыграв в ничью с ФРГ. Кстати о ФРГ. Матчем именно с этой командой советская сборная завершала тот непростой сезон. 21 ноября Тбилиси, 40 тысяч зрителей. В воротах советской команды Атар Габелия – любимец местных болельщиков. Та игра для вратаря стала одной из двух за сборную в карьере. Наша команда вышла на поле с очередными тренерскими экспериментами. Габелия, Родин, Мерзаян, Маховиков, Хидии Тулин, Дороселия, Гуцаев, Аганисян, Гаврилов, Самохин, Андреев. Игра проходила за преимуществом соперника, который приехал без нескольких ключевых игроков, но состав все равно был близок к сильнейшему. Счет в первом тайме открыл Румениди. Он же забил второй гол своей сборной, а спустя еще четыре минуты Фишер доводит счет до разгромного, забив третий безответный мяч. В концовке встречи Маховиков забивает таки гол престижа, тем самым поставив окончательную точку в матче поражения 1-3, которое дало тренерскому штабу столько вопросов, что разбираться с ними можно было всю зиму. Сейчас вы можете наблюдать эпизоды того самого матча в Тбилиси и Галы, которые красноречиво говорят о не самых лучших кондициях наших футболистов. Позади был большой сезон, за который игроки устали и уже с нетерпением ждали финального свистка, чтобы наконец немного отдохнуть от футбола и побыть с семьями. А с января, в новый путь с тяжелыми сборами, напряженными матчами, победами и поражениями. Ну и напоследок немного статистики. 42 игрока были заиграны за национальную команду в 1979 году. Как мы видим из таблицы, наибольшее количество игроков в сборную делегировал Спартак. 9. По восемь футболистов было от киевского и тбилисского Динамо. Но ведь некоторые игроки провели по одному матчу, поэтому данная таблица малоинформативна без следующей. А в ней мы видим, кто из игроков сколько матчей провел за сборную в этом сезоне. Единственный, кто сыграл 11 матчей, московский Динамовец Александр Маховиков. В десяти встречах на поле появлялся Александр Бубнов. Все остальные провели ощутимо меньше игр. И еще один любопытный момент, сразу пять голкиперов за сезон защищали ворота нашей сборной. Таким был сезон 1979 года для нашей сборной, далеко не самый удачный, отнюдь не самый запоминающийся, но во многом он стал переломным. В следующие сезоны советская сборная своим болельщикам будет дарить меньше негативных эмоций. Тем не менее, эксперименты на этом не закончатся, о чем мы поговорим в будущих выпусках, когда речь вновь пойдет о сборной. Подписывайтесь на наш канал, чтобы сразу узнавать о новых роликах. Если есть замечания и предложения, пишите их в комментариях, там же указывайте на наши ошибки. Спасибо за внимание и до новых встреч.